Привет, меня зовут Даша, и традиционно в конце месяца я читаю из-за прочитанной книги. И откроет моё видео книга от Бакунина, называется «Чёрный город». Главный герой – Ирас Петрович Фондолин. Здесь речь идёт о том, что он отправляется в город Баку, и догонку за, назовём его, мошенником, который сумел обвести вокруг пальца самого Ирас Петрович Фондолина. Как так? Надо догнать, поймать и себя в собственных глазах искупить свою ошибку. Ну, разумеется, эта поездка оборачивается куда более крупной компанией, куда более крупным расследованием, чем предполагалось. Книга мне и понравилась, и не понравилась одновременно. Понравилась она мне тем, что здесь очень много восточных лечевых оборотов. Восток я очень люблю, и я даже переделала известное выражение «Россия – это Азия в европейском кофтане». В моих устах оно звучит как «Россия – это Восток в европейском кофтане». Я знаю, что в оригинал фразы заложен негативный смысл, негативный подтекст, но я вкладываю в свою фразу. Только положительные моменты. Итак, здесь много восточных лечевых оборотов, что мне понравилось, потому что я люблю восточные. Ну и вообще мне эта книга понравилась по тем самым причинам, по которым мне вообще нравится произведение Бриса Койна. А вот насчёт того, что мне не понравилось, я выскажусь более конкретно. Мне не понравилось отношение Фондорина к своей жене. После истории их знакомств, развития их отношений, я никак такого не ожидала. Кстати, об этом можно прочитать в книге «Весьмир театр». Мне не понравилось, в кого превратил Акунин жену Фондорина категорически. И мне не понравилось... Я как-то снимала видео, рассказывала своё мнение о книге Ефремова «Тайса Финская». Мне поставили в упрёк то, что я почитала минусом книги «Идеализм главной героини». Здесь я могу сказать то же самое. Он слишком идеален, всемогущ, просто супермен какой-то, причём не один какой-то, а все супермены в одном флаконе. Единственное, только летать не умеет. Так всё может. Победит любой драки, обхитрит любого. Из любой ловушки выпутается, не умением своей феноменальной удачи. То есть какой-то непобедимый и идеальный. Каждый человек... Нет людей без недостатков. И мне кажется, как я думаю, читатель просто не получит удовольствия от чтения книг, где у человека не показаны его недостатки. Ну, идеальная красота пугает. Она всегда должна быть хотя бы с маленьким изъяном. Господи, даже природа у нас, людей, лица создаёт асимметричными. Ну, должен быть какой-то изъян. Вот, поэтому я считаю, что в литературном жанре нет места идеальным людям. Вообще без недостатков. В этой книге Фандолин именно такой. «Менин про нас концовка». Я, конечно, понимаю, что Кунин мастер внутренних концовок. Это его фишка. И мне это нравилось. Он это качественно делает. Я, на самом деле, могу очень мало назвать писателей, которым удаются концовки. Но здесь это не тот случай. Здесь он перестарался. Ну, ладно. Пусть и судьба главного героя в дальнейшем достаточно чётко определена. Нам это ясно дали понять. Но так называемые, назову второстепенные персонажи, мне кажется, он незаслуженно их обделил. Тем самым обидел своих собственных... Ну, и тем самым он незаслуженно обидел тех, кого сам же и создал. Особенно меня беспокоит судьба Массы. Про него он вообще ничего не сказал, что там, как там, почему, как я за него волнуюсь. Поэтому эту книгу я окуню, но не прощу. Ну, по крайней мере, пока он не напишет новую, которая расскажет, что там было дальше с Массой. Кстати, книга называется «Чёрный город», потому что так называют город Бакуу из-за богатых нефтерождений. Перед Новым годом мне, видимо, захотелось по детству почувствовать себя ребёнком, поэтому я решила почитать что-то такое сказочное, волшебное. И решила перечитать Гарри Поттера. Но, так как я, словно, недавно перечитывала его всего, я почитала две книги «Философский камень» и «Подойная комната», и на этом остановилась. Ну, все знают, о чём эти две книги, поэтому я этого касаться не буду. Скажу лишь, что Роулинг гений. Гений, на мой личный взгляд, просто потрясающе. Ещё хочу добавить, что... Хочу добавить редко, когда писателю удаётся столь органично в последующих, после первой части книг, описывать сюжет предыдущих. Вот здесь это очень органично делается в Гарри Поттере. Я каждый раз, когда перечитываю, я просто восхищаюсь этим тоже, помимо прочего. Так как я не селила полностью Гарри Поттера, и моё стремление погрузиться в сказочный какой-то мир, не была полностью удовлетворена, я взяла читать трилогию писателя Сергея Белоусова, посвящённую... Там три книги. Первая называется «Вдоль парадогии» или «Пролечение Печенюшкина». Вторая – «Смертельная кастрюля» или «Возвращение Печенюшкина». И третья – «Сердце дракона» или «Путешествие с Печенюшкиным». Эта история о том, первая книга, как мир волшебства, который называется «Фантазилия», понадобилась помощь двух обычных земных девочек, двух сестёр, Лиза и Алена Зайкины, и они отправляются, соответственно, в эту волшебную страну, спасать положение вещей. Стоит отметить, волшебное перо писателя. Оно просто уникальное, оно увлекает за собой, влечёт, гипотизирует читателя, и ты просто не можешь оторваться. Если бы она очень интересна, это такой стиль «история в истории», то есть внутри истории рассказывается ещё одна история. И даже не одна. Если бы не попросили процитировать или зачитать любимое место из этой книги, боюсь, я бы прочитала всю книгу с начала и до конца. Что касается второй части, «Смертельная кастрюля» или «Возвращение Печенюшкина», там уже наоборот, уже девочки нуждаются в помощи своих фантазильских друзей. Вообще, здесь не обошлось без правила такого, что каждая последующая часть хуже предыдущей. Кстати, я считаю, что Роулинг удачно избежала этого правила, она стала исключением. Каждая следующая книга интереснее предыдущей. Вторая книга, кстати, это немножко затрагивает экологию Земли, и ты начинаешь, ну как-то вот она пробуждает в тебе, или пытается пробудить, стремление как-то вот, ну хотя бы по минимуму, но какие-то совершают действия, которые бы помогали экологии, наверное, можно так выразиться, я не знаю, как ещё сказать. Третья часть, какая-то странная. Я, признаться, её не дочитала, не успела, и я считаю, если ты чего-то не знаешь, то не следует об этом мнение своё выражать. Но кое-что я скажу. У меня сложилось впечатление, на этот раз опять фантазиль нуждаются в девочках, и у автора почему-то изменился стиль написания книги, он пишет отрывочно, эпизодически, неподробно, как-то резко у него переходы с одного на другое, я бы даже сказала, перепады. Очень странная книга, и она мне не нравится совсем. Ну, может быть, он ещё, может быть, ещё у меня мнение поменяется, но вот первичное впечатление именно такое. Субтитры создавал DimaTorzok